Люди пишут, что я зажёг в них интерес футболу. Дмитрий Сычёв. Вне поля. Жизнь после спорта. Дмитрий Сычёв родился 26 октября 1983 года в Омске. Выступал за Тамбовский и Московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», «Минская Динамо», «Волгу», «Окжет-Пес», «Казанку», «Пюник». На счету Дмитрия 100 голов в клубной карьере, 15 точных ударов за сборную России, в составе которой он стал бронзовым призёром Евро 2008 года. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России в составе Московского «Локомотива», лучший футболист России 2004 года, трижды входил в список 33 лучших футболистов России. Также провёл один матч за национальную команду по пляжному футболу. Информация, которая может удивить многих, кто увидел Сычёва только на футбольном поле. У него три высших образования. Российский государственный университет физической культуры в 2007 году, затем получил второе высшее образование на факультете мировой политики МГУ имени Ломоносова, а в 2019 году закончил совместную программу профессиональной преподготовки FIFA, высшей школы экономики. Сегодня я не буду говорить в футболе. Тема моего ролика – «Сычёв вне поля. Жизнь после большого спорта». В декабре 2019 года Дмитрий объявил о завершении спортивной карьеры. «Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всём. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу – мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный. Я уверен. Обычно футболисты после карьеры живут одинаково. Идут с экспертами на телевидении или тренируют. Дмитрий Сычёв ломает шаблон. Дмитрию интересно всё, где он мог бы развиваться. Тренерство, как считает Дмитрий, не его дело, не его профессия. Он хочет двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – это главное для меня. И хочется развиваться в этом направлении. Мой диплом, полученный в высшей школе экономики по программе ФИФА, даёт надежды на хорошее будущее, добавляет Дмитрий. В каждом образовании вижу только хорошее. И каждый диплом был важен на разных этапах жизни. Самый важный, конечно, последний – от ФИФА. Я бы не пошёл туда учиться, не имея перед собой цель стать потом менеджером. Глупо было бы делать это для галочки. Конечно, я вижу себя в этом направлении. И хочется быть в футболе. Хочется помогать его развитию в стране, в каком-то клубе или федерации. Не имеет значения, но это вопрос времени. Своим ориентиром и из футбольной среды считает Алексея Смертина. Почему? Потому что он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет. Жизнь Дмитрия Сычёва без футбола – это собственный подкаст, книги, бизнес, куча свежих хобби, от серфинга, китайского чая до ледникового периода. Зачем он всем этим занимается и почему он не идёт по стандарту? Интересно? Тогда всё по порядку. За несколько месяцев до прощания с футболом Дмитрий создал ютуб-канал «Сычёв подкаст» и «Денис Казанский». В видеороликах ведущие беседуют с гостями о жизни и спорте. Каждому выпуску идёт серьёзная подготовка, ведь задача подкаста – показать спортсменов настоящими и просто рассказать свою жизнь от первого лица. «Всех, кого мы зовём, мы знаем», – говорит Сычёв. «Подкаст так заходит, потому что это естественно. Больше импровизации, никакого хайпа». В одном интервью Дмитрий Сычёв сказал про подкаст. «Здесь коллектив единомышленников, с которыми я долго работал в «Локомотиве» и которым я много прислушивался. От них прозвучала идея создать что-то интересное, душевное, позитивное и правильное в формате футбольных историй. И чтобы это была не одноразовая тема, а долгая история. Цель подкаста для Сычёва заключается в ответной реакции зрителей. И он рассказал случай, который подтверждает, что такая реакция есть. «Я шёл в метро на Арбатской. В вестибюле ко мне подошёл молодой человек лет 16-17. И первое, что он сказал – ваш подкаст крут, продолжайте в том же духе. И тут я понял – не все интересуются футболом. Здесь первое, что во мне увидел этот молодой человек – это подкаст. Значит, мы движемся в правильном направлении. Вот это для меня цель. Плюс хотим донести до молодёжи некие ценности, которые нам привили в детстве, что трудом и старанием можно добиться успеха. Эфиры напоминают посиделки старых друзей, причём с элементом проведения чайной церемонии. Для каждого героя авторы подбирали свой особый напиток. Сычёв – фанат чая. Увлечение началось после концерта Басты. В Москве я пришёл к нему на студию, и там рядом располагалась чайная, где меня познакомили со всеми действующими лицами и конкретно с главным чайным гуру – Андреем Цукербергом. С тех пор я постоянный гость. Для меня это больше, чем просто чайная. Это как второй дом. Несколько раз вместе с Андреем они отправлялись в экспедиции по чайным плантациям, по монастырям. Такое глубокое погружение. В монастырях чай возведён в культ. Он – неотъемлемая часть их жизни. Их знакомили с настоятелями и владельцами плантации. Мы прослушали много историй в таком виде, в каком они действительно есть, без всяких придуманных фактов. Благодаря этому ты понимаешь внутреннее течение жизни, которое не каждому удалось узнать. Ведь эти люди не подпускают к себе лишних людей и стараются абстрагироваться от внешнего мира, тем более от европейцев. У Дмитрия Сычёва есть своя небольшая коллекция чая. Заниматься настоящим коллекционированием не хватает времени. Пока что хочется просто пробовать и получать удовольствие, говорит Дмитрий. Чай покупает только в Китае. А ещё Дмитрий рассказал, что для футболистов чай тоже играет огромную роль. Он даёт энергию и отличается от кофе. Раньше все из раздевалок выходили со стаканчиком кофе с шоколадкой. Никто не задумывался, зачем это. Но у каждой в раздевалке были термос, кофе и гора шоколадок. А потом учёные выяснили, что кофе и шоколад негативно влияют на мышцы, на способность взрываться. И ты не можешь проявить свои лучшие качества. О чудодейственных свойствах чая знают в Барселоне. Перед каждой игрой можно видеть Месси и Суареса со стаканом Ате. Это тоже энергетический напиток, но больше трава, а не чай, говорит Сычёв. Он очень распространён в странах Латинской Америки. Но вернёмся к подкасту. Каждого гостя подкаста угощает чаем. И, как говорит Дмитрий, каждый чай по-своему индивидуален и многогранен. И каждый гость, как и чай, требует очень серьёзного подхода. Поэтому здесь всё происходит на уровне личного восприятия. Некоторые моменты ты понимаешь на уровне ощущений. У каждого чая вкус разный, и ощущения от гостей тоже разные. Так что чай мы подбираем, чтобы он понравился гостю, но и чтобы он соответствовал определённым чертам характера гостя. Сначала Дмитрий волновался, было непросто. Спасибо ребятам, спасибо Дэну Казанскому, что они мне помогли. Роль Казанского большая, потому что он часто меня вытягивает и подсказывает, рассказывает Дмитрий. В уютной студии побывали Дмитрий Тарасов, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко, Ливан Горозия, Александр Киржаков и другие. Интересные факты о Дмитрии Сычёве. Он никогда ни за кого не болел. Поэтому футбол смотрит объективно, получая удовольствие от действий обеих команд. Я считаю, в этом кайф. Когда ты болеешь за одну команду, ты как бы не хотел, ты не видишь плюсы и красоту другой команды, говорит Дмитрий. А ещё он считает, что легионеры в России должны учить русский язык. Дмитрий говорил, когда я приехал в Марсель, со мной в раздевалке никто не разговаривал по-английски. Я сначала бесился, нервничал, но потом я понял, что они дали мне мотивацию, чтобы я выучил их язык и уважал их культуру. И тогда только меня приняли. У нас в России, к сожалению, такого нет. Уважение складывается из того, что ты должен выучить язык и разговаривать на языке той страны, в которой играешь. По прошествии 18 лет, говорит Дмитрий Сычёв, мне приходит сообщение, что я зажёг в людях интерес к футболу, своей игрой, отдачей и эмоциями. Люди начали с этого момента смотреть футбол. Для меня это очень ценно. Греет душу. Дмитрий с детства любит рыбалку. Хорошо владеет английским и французским языком. Любит читать книги, причём он сторонник традиционных бумажных изданий и избегает ридеров. В 2007 году сыграл самого себя в одном из эпизодов юмористического телешоу «Наша Раша», где ему предлагали перейти в Омский газмяс и в комедии «Самый лучший фильм» проекта «Резидента в Комедиклаб». В 2008 году Сычёв поучаствовал в съёмках рекламы «Пепси». В эфире национальных каналах форвард появлялся в окружении звёзд мирового футбола. В 2017 году Дмитрий Сычёв стал консультантом и актёром нового спортивного фильма «Тренер» Данила Козловского. Как отметил Дмитрий, в дебютной работе Козловского режиссёра футбол в кадре впервые был показан на профессиональном уровне. Группа актёров, куда вошли Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ирина Горбачёва, Павел Ворожцов, а также футболист Алан Гатагов работала в изнурительном темпе по 16-18 часов в сутки, заканчивая порой съёмочную смену в 6 утра. Премьера картины состояла с 19 апреля 2018 года, накануне Чемпионата мира по футболе. В марте 2017 года в рамках игры 1-8 финала высшей лиги КФН Сычёв сыграл за сборную цирка. КВНщики любят шутить и троллей спортсменов, особенно достаются футболистам. Он поучаствовал в известном фокусе с распиливанием. По сценарию форварду распилили и ради Чемпионата мира 2018 года приделали ему ноги Рональду. Спортсмен не избегает светской жизни и посещает спортивные, музыкальные, кинематографические события. Личная жизнь известного футболиста всегда была предметом повышенного внимания со стороны прессы. Ему приписывали романы с самыми красивыми и яркими девушками столичного бомонта. Однако Дмитрий никогда не комментировал свои романы. На данный момент Дмитрий Сычёв холост. Самые красивые закаты, по мнению Сычёву, на Бали. Настоящая психоделика. Там он был много раз. Одно время даже имел там дом и летал, как на дачу. Дмитрий Сычёв занимается благотворительностью. Он говорит, что благотворительность – это отдельная жизненная история, которая становится всё важнее. Если бы было больше времени в сутках, мы бы больше делали, уделяли этим вещам внимания. А пока уделяем точечно. Но для меня это очень интересно и значимо, потому что помогать людям и детям в первую очередь кажется большим и благородным делом. Среди таких благотворительных акций можно назвать «Игра всерьёз», «Работая с благотворительным фондом», «Футболка дарит жизнь», «Всероссийская детская олимпиада» среди школ-интернатов. Ещё одно давнее хобби футболиста – это сёрфинг. «Главное, я получаю удовольствие, а уровень у меня неплохой. Я прогрессирую. Пока до серьёзных волн далеко, потому что времени нет. Да и инстинкт самосохранения побеждает адреналин», – делится Дмитрий. Своим проводником в мир настоящего сёрфинга считает Никиту Замеховского. Именно этот человек волшебным образом нашёл ко мне ключ. «Никита полностью расслабил меня, снял все страхи, и уже через несколько дней мы серфили на равных», – рассказывает Сычёв. Дмитрий – один из совладельцев магазина, где продают товары для сёрфинга – аксессуары, доски, гидрокостюмы. Будущим он хочет организовать сёрф-путешествия. Школа по сёрфингу на Маврикии у него уже функционирует. «Сейчас хочется путешествовать с людьми по разным странам, смотреть на разные красоты, узнавать что-то новое, связанное с сёрфингом», – говорит Дмитрий Сычёв. И добавляет, сёрфинг – это для меня глоток свободы в этом бешеном московском ритме. Какие ещё виды спорта увлекают Дмитрия сейчас? Конечно, это хоккей в первую очередь. Игры, соревнования, выезды по России. Тренируется 3-4 раза в неделю. Плюс игры в ночной лиге на выходных. Конечно, ещё тренажёрный зал, футбол знаменитой секции в Лужниках, а ещё бокс и бадминтон для нагрузки. В 2020 году Дмитрий Сычёв принял участие в «Ледниковом периодне». «Ледниковый период 2020» уже давно стала историей, но лучшие номера полюбившихся пар не скоро сотрутся из памяти, не исключая, что под настроение возник же желание их пересмотреть. Дмитрий Сычёв и Мария Петрова – это пара, настоящий подарок нам, зрителям «Ледникового периода» сезона 2020. Уже на первом выступлении зацепило под песню «Пелагея» были замечательно переданы образы, катание вдохновения и взаимопонимания, какая-то невероятная органика от Маши Петровой и истинно мужское катание и бережное рыцарское отношение к партнёрше от Дмитрия Сычёва. Почему Дмитрий согласился участвовать в проекте? На этот вопрос он ответил так. Первый момент – проверить себя на прочность, попробовать что-то неизведанное. Некий такой вызов, брошенный себе. Ну и второе тоже, да, популярность «Ледникового периода» в России зашкаливает. Конечно, хотелось поучаствовать, а если тебя приглашают в такой проект, значит, ты что-то правильно делал в жизни и достиг определенных высот. Это как некое признание. Приятно. Ещё на проекте для него было важно познакомиться с олимпийскими чемпионами. Надо отметить, что опыт катания на коньках у Дмитрия большой, правда, хоккейных. И это абсолютно бесполезно именно в фигурном катании, так как футболист учился этому искусству заново. Те, кто разбираются, понимают, что хоккейные и фигурные коньки – абсолютно разные вещи. Встав на них, я понял, что кататься не умею вовсе. В хоккее ты ведь только бегаешь, там за счёт физики всё гораздо проще. А тут, по факту, я был беспомощен. Неправильно перевносил вес тела и ни один элемент не делал. Учился тоже с нуля, но партнёрша у меня лучшая, самая терпеливая на свете. Много было непростых моментов, много не получалось. Взрослому человеку тяжело за три месяца научиться тому, чего он никогда в жизни не делал. Но у нас полный контакт. Маша всегда подбадривала и помогала. Ни разу за весь проект не услышал от неё жёсткой критики как таковой. Представляете, как мне повезло. Неудачные дни, падения, травмы. Всё было. Но Дмитрий Свечёв сказал в одном своём интервью. Мы, футболисты, терпели бы повреждениям. То, что тебя не останавливает и не мешает съёмочному процессу, можно перетерпеть. Да и спина болела безумно от поддержек. Поясница. Поспишь, сходишь на восстановление, массаж и дальше на лёд. В этом плане профессиональный спорт очень закаляет. Не даёт тебе права сказать, у меня тут проблемы, никуда не пойду. Вот это надо, надо, надо. Уже вошло в подсознание. Готовность бороться в любом состоянии. Мне нравится, как Мария и Дмитрий катают лирические темы. Как они передают романтические чувства своих героев. Маша и Дима – самая романтическая пара проекта, да? Именно в этой паре больше всего настоящей романтики. Нежного отношения к партнёру. После ледникового периода Дмитрий признался. Пришлось всё подстроить под ледниковый период, конечно. Это целая жизнь. Если ты не будешь отдаваться полностью, ничего не получится. Каждый день по пять часов стандартная тренировка. Работа над новыми элементами – танцем. Всё остальное время трачу на бизнес, бытовые вопросы, распорядок на износ. Кроме фигурного катания у меня же есть и другие обязательства, дела, да много чего. Здорового сна нет вообще. Пять-шесть часов уже нормально. Привычка. К концу ледникового организм довольно пояссяк. Но питаться стараясь нормально. Худеть точно нельзя. Нужно же поднимать Машу. В одном из выпусков ледникового периода членом жюри стал бывший тренер локомотива и сборной России Юрий Сёмин. Он высоко оценил номер, который показал его бывший подопечный Дмитрий Сычёв. Бывшие футболисты вместе с Марией Петровой выступили под песню Елены Ванги «Шопен». Мне очень понравилось, сказал Сёмин в эфире Первого канала. Особенно его поддержки. В нём такая силища. Я так думаю, что тебе надо было сразу идти в фигурное катание после того, как закончил с футболом. Мне понравились все выступления этой пары. Вспомните выступление под композицию «Песня о любви» и из кинофильма «Гардемарины вперёд». Сто процентное попадание в образы. Надёжный Дмитрий, с которым Мария идёт на сложнейшие поддержки. И невероятно лёгкая, воздушная и очаровательная Мария. Не мудрено, что партнёр не сводит с неё глаз. Очень хотелось, чтобы в финале пара выбрала именно это выступление для прощания со зрителями. Что, в общем, так и было. Их номера «Меч короля Артура», «Юнона и Авось», «Исповедь», «Живаго», «Рокеры» – они заслужили все 6-0. А нам остаётся только вспоминать, пересматривать и благодарить Машу, Диму и их команду за прекрасные номера, где ребята были неотразимы. Профессиональное исполнение всех элементов. Безупречное катание и поддержки, от которых дух захватывает. В девятом выпуске «Ледникового периода» Мария Петрова и Дмитрий Сычёв вышли на лёд с номером под песню Гарика Сукачёва «Долго-долго», где Марии пришлось примерить на себя амплуа футболиста. Выступление ребят получилось энергичным, весёлым и зажигательным. Все элементы были выполнены на высоком профессиональном уровне. «Я получил кайф сегодня. Это был лучший номер», – сказал Сычёв в эфире Первого канала. «Удобно ли чеканить коньками? Нет. Если бы мяч упал, мне бы мои коллеги-футболисты не простили бы». Хочу привести и зачитать один из комментариев поклонников пары. «Маша и Дима, вы лучшие. Ваши номера все на 12. На вас смотреть одно удовольствие. Дима – настоящий мужчина, красивый, артистичный, спокойный, интеллигентный. Маша – саможенственность, бесстрашная. У вас самые сложные поддержки, и всё у вас получается. Обидно, что жюри несправедливо занижает оценки». Смешанные чувства было очень трудно, очень сложно. Казалось, это непреодолимо. Хотелось всё бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание в руки Маши. «Наверное, так бы не получилось, если бы катался с другой партнершей. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо больше, чем фигурное катание», – сказал Сычёв в финале ледникового периода. Мария Петрова, а Дмитрия Сычёва сказала так. «С другим партнёром не было бы такой теплоты, такого счастья от того, что мы делаем. Это всё благодаря Диме, который доверял и верил». О проекте Сычёв сказал так. «Да, у нас вообще очень дружный коллектив. Со многими становились ровные почти семейные отношения. Даже конкуренции особой не было. Это же всё-таки соревнования у шоу. Здесь не футбол или хоккей, где нужно обязательно кого-то обыграть. Главное – показать, насколько ты можешь преодолеть определённые трудности, войти в образ. Соперничество самим собой. Всё остальное оценивают зрители и судьи». Из участников мне очень понравились Слава Чапурченко и Яна Хохлову. Они супермолодцы. Ещё отметил бы Сашу Энберта и Ольгу Кузьмину. Рому Костомарова с Региной Тодоренко. Вот, наверное, три моих фаворита. Дмитрий Сычёв говорит. «Я не хочу дома сидеть на месте. Я хочу общаться с интересными людьми, узнавать что-то важное для себя. Скука – это неинтересно. Это топтание на месте, деградация. Я за активный образ жизни. Важно перед собой всегда ставить цели и расти духовно. Много нехорошего у нас. Много соблазнов свернуть правильно пути. Хочется, наоборот, что-то создавать, а не разрушать». На вопрос, что делает вас счастливым, Сычёв ответил. «Жизнь. Делайте то, что заставляет вашу душу улыбаться. Это путь гармонии и здоровья». А закончить я хочу вопросом о смысле жизни. В чём смысл жизни по Дмитрию Сычёву? Наверное, в гармонии. Чтобы всё было хорошо и гармонично во всех сферах жизни, интересах. Чтобы ты понимал, что идёшь правильно, и не было никаких сожалений. Плюс поступать по совести. Наверное, в этом и есть смысл жизни. На этом всё, друзья. До новых встреч и подписывайтесь на канал Калейдоскоп. Калейдоскоп